всем привет ну какие времена такие и рецепты сейчас мы попробуем приготовить на нашей окопной свечи которую как делать смотрите ниже приготовим яичницу и так что нам для этого надо мы долго думали с дочкой как это все будет выглядеть поэтому я возьму такую большую кастрюлю туда так как у нас очень большой фитиль чуть-чуть обрежу так поверх и я поставлю решетку от духовки и сковородку и я взяла специально сковородку потому что ведь я даже не представляю как это все будет выглядеть специально взяла сковородку с металлической ручкой так это будет так сливочное масло 2 яйца и зажигалка и так поехали поджигаем нашу окопную свечу так ну наверное я сразу поставлю так теперь сковородку так по времени у нас время 25 минут 3 так сливочного масла чагит очень прилично так я думаю что будет и ну я вот даже не представляю как это все будет выглядеть но масло начало таять сейчас мы подождем когда растает полностью запах тоже такой себе ну кушать захочешь и не так будешь вот смотрите как разогрелась наша окопная свеча я думаю что жар от нее как бы будет достаточно чтобы не умереть голода масло разогрелась посмотрите как горит наш окопная свеча я добавлю чуть-чуть и соли чтобы масло не так и вбиваю два яйца яйца очень близко так теперь ждем так у нас уже ушло пять минут чуть-чуть присолим и ждем чуть-чуть присолим и ждем очень близко ну что в принципе у нас все получается не так быстро как хочется особенно когда хочется очень кушать но но в принципе все получается так что можно смело вот использовать в таких вот экстремальных условиях блэк аутов или ну на войне все вкусно становится ну окопная свеча работает смотрите так и времени у нас ушло десять минут мне конечно чаги ты такой вот специфический запах свечка конечно дает но это никак не влияет на яичнице и яичнице так ну в принципе в принципе готово второй вопрос смотрите у меня ушло десять минут и на рожек и на приготовление яичнице второе дело в критический момент это горячая вода и сейчас мы посмотрим сколько вскипятится допустим вот такое количество воды так так времени без двадцати пяти без двадцати пяти ну посмотри свечка очень сильно чагит потом конечно конечно коптит оно сильно но когда дело касается выживания это все можно и пережить вода достаточно уже горячая но мы же ждем кипение уже прошло почти 15 минут так проверяем что здесь ну вода такая уже достаточно горячая прошло двадцать пять минут но не кипит ждем ну что прошло сорок минут вода не закипела но достаточно горячая чтобы сделать чай кофе и например мивину или другой сухпай я наверно буду отключать не дождусь потому что как вы видите много копоти но в принципе чтобы не умереть с голода вполне реально использовать окопную свечи так смотрите так говорят что эти окопные свечи могут гореть до сны часов вуаля приятного аппетита ваше ваше ваше